Мы настолько привыкли к краскам этого мира, что перестаем ценить его яркие цвета. Но попробуйте представить, что самый распространенный в природе цвет неожиданно исчез. Как бы выглядел мир без зеленого? И что бы значила для нас жизнь без него? Зеленый – один из богатейших в мире цветов. Оттенков и полутонов у него намного больше, чем у других. Кроме того, зеленый обладает самым широким диапазоном смыслов и значений. Если смешать его с ярко-желтым, получится свежий и сочный оттенок, но смешайте зеленый с бледно-желтым и капелькой коричневого, и он будет выглядеть болезненно и тревожно. Мы связываем темно-зеленый с богатством и надежностью. Но сделайте его чуть темнее, и появятся ассоциации с жадностью и милитаризмом. Что зеленое нравится вам больше всего? Яблоко? Северное сияние? Комиксы о невероятном Халке? Представьте, что они неожиданно потеряли цвет, став серыми и скучными. Будут ли они радовать вас по-прежнему? Поделитесь своим мнением в комментариях. Зеленый в основном ассоциируется с природой. И не зря. Мы обязаны ему жизнь. Большая часть растений зеленая, что делает этот цвет важнейшим в мире. В каждой клетке у большинства растений есть особые части, которые содержат уникальное вещество под названием хлорофилл. Он способен преображать солнечный свет в энергию. Во время этого процесса растения поглощают углекислый газ и производят кислород. Когда на планете появился такой хитроумный механизм, она обрела способность поддерживать сложные формы жизни. А это, в свою очередь, привело к появлению людей. По той же причине зеленый прочно связан с движениями, которые занимаются защитой окружающей среды. И какой другой цвет подошел бы им больше? Организация с зеленой эмблемой наверняка как-то связана или с переработкой отходов, или с очисткой окружающей среды, или с защитой редких животных. Такие движения нередко используют слово «зеленый» в своих названиях. Например, «Гринпис», что переводится с английского как «зеленый мир», потому что этот цвет стал синонимом экологичности и природы в целом. Но даже без привязки к экологии зеленый цвет эффективный инструмент маркетинга и брендинга, как один из самых спокойных цветов. Его связывают с надежностью и безопасностью. Множество брендов используют это в своих интересах. Нас подсознательно тянет к зеленому свету в витринах, особенно в больших городах, где невозможно избежать стресса и давления. Если бы зеленого не существовало, большинство брендов, пожалуй, использовали бы синий, который по своей природе тоже привлекает людей. Но тогда все стало бы скучным и однообразным. В конце концов, недаром зеленый – это цвет доллара. Зеленый цвет для американских банкнот был выбран не только потому, что в 19 веке этот пигмент был недорогим и легкодоступным, но еще и для того, чтобы подчеркнуть надежность доллара как валюты. Но главной причиной для использования зеленого стало то, что раньше подделать деньги можно было просто сделав фото. Однако фотография была черно-белой и не могла передать зеленый цвет. В наши дни фальсификация – это намного более сложный процесс. Но зеленый пигмент, используемый в долларах, оказался долговечнее других. Он просто не изнашивается со временем. И все же я думаю, что доллар стал зеленым прежде всего из-за символического значения этого цвета. Интересно, стала ли связь между зеленым цветом и деньгами – одной из причин, по которым зеленый считают цветом удачи? Вы же слышали сказки о четырехлистном клевере и крошечном человечке в зеленом наряде. Говорят, лепрекон может сделать вас сказочно богатым, если вы его поймаете. Эти истории пришли с Изумрудного острова, больше известного как Ирландия, и прижились во многих западных культурах. А теперь представьте, что лепрекон носил бы золотой пиджак и шляпу вместо зеленых. Он стал бы безвкусной звездой диска, а не символом удачи. Другим традициям, которые мы знаем и любим, тоже не избежать потерь. Какие цвета символизируют Рождество? Вы наверняка в курсе? Конечно же, белый, красный и зеленый. И хотя зеленый играет тут не такую большую роль, как красный и белый, без него другие цвета смотрелись бы менее свежо и радостно. Красный традиционно связан с радостью, сильными чувствами и приливом крови в моменты особого волнения. А зеленый несет ощущение нового начала, мира и спокойствия, что идеально уравновешивает красный во всеми любимое время года. Теперь вам понятно, насколько зеленый важен в дизайне как таковом. Темно-зеленый автомобиль выглядит респектабельно и роскошно, а ярко-зеленый указывает на креативность и молодость владельца. То же касается дизайна интерьера. При таком разнообразии оттенков зеленого можно задать любое настроение практически любой комнате, от домашнего кабинета до детской. Но зеленого часто избегают в офисных зданиях. И вот почему. Большинство указателей экстренного выхода по всему миру делают зелеными. Без этого цвета они были бы не так эффективны. Вы знаете, пожары в офисных зданиях распространяются очень быстро. Если бы указатели выхода были белыми, их было бы трудно разглядеть сквозь огонь. Зеленый видно намного лучше, поскольку он контрастирует с большинством цветов. Зеленый неразрывно связан с безопасностью. Ведь еще до начальной школы мы учимся переходить дорогу только на зеленый. Если бы зеленый пропал, скорее всего, на светофоре его заменил бы синий, но тогда бы возникло недопонимание. Ведь словосочетание «зеленый свет» давно стало синонимом для разрешения двигаться или что-то начинать. Аптеки всего мира предпочитают заявлять о себе с помощью яркого зеленого креста. Это помогает заметить аптеку в любое время дня и ночи. Да, можно было бы использовать красный крест как универсальный символ медицины, но тогда возникнет путаница с больницами и станциями скорой помощи. Такая ошибка может быть опасной, поэтому зеленый – лучший выбор для аптек. А еще считается, что зеленый цвет сам по себе обладает целебными свойствами. По иронии судьбы, тот же цвет связан с плохим самочувствием. Вы же слышали фразу «позеленел от зависти». Зеленоватый оттенок лица дает понять, что человеку нехорошо. А еще этот цвет предупреждает об опасности. Представьте, что вы нашли старый ломтик хлеба или сыра и заметили на нем что-то зеленое. Это верный знак, что продукт испорчен и ему место в урне. Зеленый также имеет сакральное значение в традиционных духовных практиках, тесно связанных с медициной и самосовершенствованием. Возьмем, к примеру, йогу. Согласно этому учению, зеленый – цвет сердечной чакры, связующего звена между высшими чакрами, которые основаны на духовных нуждах, и низшими, которые представляют естественные потребности, неизбежные для человеческой натуры. Поэтому зеленый считается цветом равновесия. Было доказано, что если повесить в комнате даже небольшую картину или фотографию с оттенками зеленого, она сделает вас уравновешеннее и спокойнее. В общем, помните лягушонка Кермита из Muppet Show, который пел «Как трудно быть зеленым»? Он прав, но без зеленого было бы еще труднее. Если вы сегодня узнали что-то новое, лайкните это видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и оставайтесь на яркой стороне жизни.